Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтения Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование книги и деяниях апостолов на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим 12 главу. В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих церкви, чтобы сделать им зло. И убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Видя же, что это приятный иудеям, вслед за тем взял и Петра. Тогда были дни опресноков. И, задержав его, посадил в темницу и приказал четверим четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. И так Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя войнами, скованными двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел толкнул Петра вбок, пробудил его и сказал, встань скорей. И цепи упали с рук его. И сказал ему ангел, опояшься и обуйся. Он сделал так. Потом говорит ему, надень одежду твою и иди за мною. Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думал, что видит видение. Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собой отворились им. Не вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним. Тогда Петр, придя в себя, сказал, теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня от руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский. И осмотревшись, пришел к дому Марии Матери Иоанна, называемым Марком, где многие собирались и молились. Когда Петр постучался у ворот, то вышла послушать служанка именем рода. И узнав голос Петра от радости, не отворила ворот, но побежала и объявила, что Петр стоит у ворот. Те сказали ему, в своем ли ты уме? Такая вот история с апостолом Петром и с Яковом. Мы видим, что Ирод, как говорится в первом стихе, поднял руки на некоторых из принадлежащих церкви. То есть не говорится конкретно, но видно, что начинается гонение Ирода. Кто такой был этот Ирод? Это был внук того самого Ирода, по приказу которого были умерщвлены младенцы перед Рождеством Христовым. Это его внук. Как видим, пословица хорошо здесь сбывается. Яблоня от яблоньки недалеко катится. То есть он последует злодейству в этом случае своему деду в этом злодействии. А почему Ирод поступает так? Интересно его родословное, что в его родословной есть кровь сынов Маковейских. И он всячески этим очень сильно гордился. И главной своей задачей, правя и стоя у власти, он ставил следующее. Понравиться иудеям. Понравиться иудейским вождям. Найти поддержку своей власти в этой религиозной системе. И мы видим, что он убил Иакова, брата, мечом Иоаннова. Видя, что это приятные иудеи. Не зря здесь евангелист Лука подчеркивает. Он хотел сделать им приятно. До убийства. Неважно что. Лишь бы вот в их глазах заслужить такой почет и уважение. Видя, что это приятно. Он, не задумываясь, схватил апостола Петра. Опять же, смотрите, как здесь тезисно, в общем-то, евангелист Лука. Я уже говорил причину такого тезисного написания. Очень кратко о главных событиях. Евангелист Лука говорит о том, что были дни опресноков. Поэтому он не отдает апостола Петра иудеям на суд. Потому что в дни опресноков нельзя было заниматься никаким судом. Синедрион не мог этого делать. Но он что делает? Отдает римскому правителю. Что делают они? Они сковывают его цепями между двумя людьми. И еще двоих ставят на стражу. А что такое было сковать между двумя людьми? Это наручниками, проще говоря, приковывали одного солдата, его руку и пленника. А другого с другой стороны сажали, приковывали руку пленника и другого солдата. То есть вот так человек сидел, прикованный к двум римским воинам. Они менялись там через каждые три часа. Но это для уверенности, чтобы никуда не сбежал. Ну куда сбежишь? Два человека и ты в наручниках. А еще двое стоят там возле дверей. И каждые три часа, в Риме это было очень четко, менялся караул. Поэтому далее история рассказывает о том, что ангел Господень вмешался в эту ситуацию. По промыслу Божию и по велению Божию, как служебный дух. И освобождает апостола Петра. Никаких нет сомнений, что это было чудо. Если бы было по-другому, и если бы римляне сами отпустили апостола Петра, то они знали, что они наверняка обречены на погибли. Нельзя было сказать, ну как-то мы не досмотрели, может калитку не до конца закрыли. Как не досмотрели, когда вы к нему были привязаны. Когда случалось нечто подобное, и римлян действительно, как описывают многие историки, подкупали, было такое, что когда сажали достаточно богатых, влиятельных людей, и сажали под такую же охрану, то было подкупали, то римские солдаты убегали вместе с тем, кого они освобождали. Но это верная смерть. Как ты оправдаешься, что от тебя из-под такой стражи от тебя ушел человек? Да никак. Оправда, они были излишними. Но здесь, как мы увидим дальше, они не убегают. Дальше история рассказывает о том, что они будут казнены. И это действительно было чудо. Ангел Господень, интересно здесь такое выражение, он толкнул апостола Петра в Бог. Есть, может, провести несколько параллелей здесь. Вот, например, когда апостол Павел был в темнице, то он там проповедовал, и они пели и прославлялись силой вместе. Павел и Сила. Прославляли Бога. И тюремного стража, когда обратили. Но здесь мы видим, что апостол Петр спит. Он полностью полагается на Бога. Он, как бы, то, что выражено очень кратко в молитве оптинских старцев, наверное, прочитал ее. Ну, так я говорю, иносказательно. Это, конечно, анахронизм. Иносказательно. Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей Святой. На всякий час сегодня и так. То есть, всецело предаться. Вот он помолился примерно так и уснул. Но ангел Господень подошел, пихнул его в бок, говорит, вставай. Вставай. Он, как бы, ему говорит, что у тебя другая миссия. Не просто сидеть в тюрьме, а благоествовать этот мир. Исполнить заповедь, которую поручил Христос своим ученикам. Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Сына и Сына и Духа, человек соблюдает все, что я заповедовал вам. Апостол Петр сначала недоумевал. Как мы видим, он думал, что это ему снится. Или какое видение очередное. Но когда ангел исчез, и когда ворота, сами сказано, железные, открылись, сами открылись в ворота, где? В городе, где римская стража? Снова повторю. Это были очень такие педантичные люди в своем служении. Римское, лучшие войска. Просто так выскользнуть из города, из-под стражи, это просто было невозможно. Но здесь Бог вмешивается. Все, что человеку невозможно, возможно Богу. И вот он приходит к дому, где, как сказано об этом, церковь молилась. То есть это такая подсказка нам. Когда наступают какие-то скорби с нашими братьями, с священноначалием апостола Петр, это апостол из 12, необходимо прилежно молиться. Часто все получается по-другому. Уже и не хочется открывать все эти интернет-порталы и блоги, когда люди зачем-то исповедуются в чужих грехах. Бог нам поручил исповедоваться в своих грехах. Неужели своих не хватает? Как говорят, есть такая хорошая поговорка, за чужими грехами не смотрю, от своих страшно. Действительно, кому не хватает, могу поделиться. Сколько можно смотреть за тем, что там происходит, как все это обсуждать, осуждать. Кому от этого польза? Никому. Поэтому здесь сказано, что попал апостол в беду. Действительно, попал в заточение. В тюремное заточение. Что делает церковь? Уповает на Бога. Что делает Бог, если так по-человечески говоря, вмешивается в эту ситуацию? Он слышит молитву церкви. Соборная молитва. Сильнее ее? Навряд ли что может быть. Потому что Господь учил нас молиться не отче мой. Хорошо, когда мы отдельно помолимся. Но отче наш. Но лучше, когда вместе. Итак, Петр пошел и следовал. И вот он приходит к дому, как мы с вами прочитали. Осмотревшись, пришел к дому Марии, матери, Иоанн, называемым Марком. Это тот самый евангелист Марк. Которым принадлежат 16 глав Евангелия от Марка. Где многие собрались и молились. Когда же Петр постучался у ворот, то вышла послушать служанка именем рода. И узнав голос Петра, от радости не отворил ворот. Но вбежав, объявила, что Петр стоит у ворот. То есть, она и забыла о том. Действительно, такая радость. Она быстрее ее старалась сообщить людям. Как помните, когда Христос является и первым женщиной Марии Магдалине. Она бежит и сообщает. И здесь вот эта вот женская такая, ну, натура, что ли, да. Ничего, сделаем. Главное, радостью поделиться. Вот она бежит, сообщает. Еще интересный момент здесь можно увидеть. Мы видим, что сказано о том, что она служанка. Но сказано о том, что она молилась вместе со своими хозяевами дома. Мы видим, что христианство нарушит эти барьеры. Разрушает эти барьеры. Слуги, прислуга, рабы. Снова напомню, нет во Иисусе Христе ни раба, ни свободного, ни ельны, ни иудеи. Если человек верующий, ко всем нужно относиться, как к брату и к сестре. Относиться, наверное, громко сказал, научиться этому хотя бы. И узнал голос Петра, узнав голос Петра, радость не отворила ворот. А те сказали ей в своем литой уме. Думаю, что она с ума сошла. Как это может быть? Но она утверждала свое. Они же говорили, это ангел его. Почему они подумали, что это ангел его? Они подумали, что ангел-хранитель. Наверное, его пришел. Но не может быть, чтобы сам Петр. Они знали, что из-под стражи Римска никуда не выбраться. Невозможно. Но снова повторю. Что, что для человеков невозможно, для Бога возможно. Здесь еще есть интересное указание для нашего с вами научения. Мы видим, что апостольской церкви было присуще вера в ангелов, как в служебных духов. Поэтому все, кто отрицает и говорит, вот там ангел-поклонники, церковь никогда не кланялась. И никогда нет таких определений в церковных соборах и постановлениях, кланяйтесь ангелам, как Богу. Нет. Но всегда, начиная от Ветхого Завета и в Новом Завете, мы видим, что ангелы — это служебные духи. И они всегда людьми, находящимися в церкви, почитаются как таковые. Итак, между тем, Петр, как говорится далее в 16 стихе, продолжал стучать. Когда же отворили, то увидели его и изумились. Действительно. Он же, дав знак рукою, чтобы молчали, рассказал им, как Господь вывел его из темницы. И сказал, уведомьте осем Иакова и братьев. Потом, выйдя, пошел в другое место. Мы видим, что апостол Петр, несмотря на всю радость, он понимает, кто первый среди равных. Снова повторю. Тогда Иерусалимскую церковь возглавлял, как первый среди равных, апостол Иаков, брат Господень. Тот самый апостол, который при жизни Иисуса Христа не был человеком верующим. Он был неверующим. Так и сказано, что домашние с пренебрежением относились к Иисусу Христу, к его речам. Но чудо сошествия Святого Духа на апостолов преобразило этого человека. Покаяние — это и есть переворот в жизни человека. Покаяние — это не просто приспособление моих страстишек и страстей к христианскому видимому имитации образу жизни христианской. Нет, это полное отречение от прежнего сознания восприятия мира, Бога, Бога, мира и человека и обретения нового. Невозможно, говорит Господь Иисус Христос, вливать молодое вино в мехи ветхие, как бесполезное дело пришивать заплату из неберёной ткани к одежде ветхой. Так и здесь. Мы видим, что апостол Пётр не пренебрегает этим. Он не говорит, я Пётр, я и так избранный. Вообще мне Господь сказал, Пётр, паси овец моих. Кому это я там буду докладывать и акву, кто он такой? Меня и ангел спас. Да. И Господь мне говорил, нет, это в речах апостола Петра. Почему? Потому что он хорошо понимал. И хорошо это знал и осознавал, что сила Божия, она совершается в немощи, и что сила Божия в его церкви, в Духе Святом, а не в человеке. Как в личности. Так и говорит, пойдите, скажите и Иакову, и братьям. Потом, выйдя, пошёл в другое место. По наступлении дня между воинами сделалась большая тревога. Тревога о том, что сделал с Петром. Ирод же, поискав его, не найдя, судил стражей и велел казнить их. В чём уже было сказано. Как можно, правда, цеха убежала? Да никак. Если бы они действительно его отпустили, то, я уже говорил об этом, надо было вместе с ним убежать. Потому что казнь неминуема. Потом он отправился из Иудеи в Кесарию и там оставался. Ирод был разражён на Тирян и Сиданян. Они же, согласившись, пришли к нему и, склонившись на свою сторону власта, постельника царского, просили мира, потому что область их питалась от области царской. В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним. А народ восклицал. Это голос Бога, а не человека. Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздавал славу Богу. И он, быв изъеден червями, умер. Слово же Божие росло и распространялось. А Варнава и Саввел по исполнению поручений возвратились из Иерусалима в Антиохию, взяв с собой Иоанна, прозванного Марком. Такая история в конце 12 главы. Говорится о том, что Ирод... Был какой-то конфликт. Скорее всего, эти города не доплачивали ему то, что Ирод хотел. В общем-то, все ссоры и все воины — это всё из-за этого. Недаром сказано о том, что по этому поводу, что сребролюбие — это есть идолслужение. Не можете, говорит Господь, угодить Богу и мамонии. Ибо одному будете служить, а другим будете пренебрегать. И вот Ирод, он был раздражён на эти два города — Тирян, жители Тира, и Сидонян, жители Сидона. Но они ему устроили какой-то царский приём, начали ему всячески льстить, и льстили так, что называли его даже Богом. Не он себя, заметьте, но его называли. Вопрос. За что же тогда наказали Ирода? Такое жестокое наказание. Изъеден червями. За что? За то, что он не воздавал славу Богу, и за то, что он принимал почести, принимал почести, которые были предназначены только одному лишь Богу. Очень хорошая подсказка. Когда нам все хлопают в ладоши, и говорят, ну, да, вот это удивительно, но ты такой мудрый, что мудрее самого Бога. Здесь вот нужно сразу перекреститься, сказать, Господи, помилуй, не мне, не мне, но имени Твоему. Помню, в своей молодости, когда я делал первые шаги в православном храме, в православном храме, и первые шаги в восприятии, в вероучении, в вероисповедании, то мне один старый священник говорил, Андрей, будешь священником, будешь преподавателем, смотри, если люди побежали за тобой, и на каждый чих спрашивают у тебя совета, сразу знай, ты ведешь людей не к Богу, а призвал к себе. Это очень важно понимать. Дело миссионера, дело церковного служителя, научить человека и священнослужителя чтению священного писания, отцов церкви, научить их черпать самостоятельно из божественного откровения, изучение церкви, ответы на повседневные вопросы. Если это будет не так, то неминуемо расколы, скажет что-нибудь один, все побежали за ним, другой что-нибудь сказал, да, за ним побегут. Поэтому, в общем-то, дело всех расколов, причина многих, не всех, а многих расколов, невежества в духовном просвещении. Люди верят больше человеку, нежели Богу. Мы видим, что здесь Ирод не отвергал такого почитания себя, как Богом, и за это он был наказан. Он не препятствовал людям восхвалять его, как Бога. Наказание его было страшно. Итак, евангелист Лука быстро переходит и говорит в 24 стихе, что все это проходит, все это временное. Главное, что он подчеркивает, Слово Божие росло. Слово Божие росло. Людей больше присоединялось к церкви, а значит, становились на путь спасения для жизни с Богом и в Боге. И далее 25 глава говорит о том, что Варнава и Савал, пробыв какое-то время в Иерусалиме, снова возвращаются там, где уже ими были посеяны добрые семена, и они возрастали, эти семена, в Антиохию, там, где первые люди начали называться, как сказано об этом было в предыдущей главе, христианами. Вот такая история, такие события происходят в апостольской церкви. Они нам говорят о самом главном. О самом главном. Надейся на Бога, а сам не плашай. Апостолы надеются на Бога. Апостол Петр, как мы видели, спал даже, возлагал полностью свою жизнь в руки Божии. Но все, что Бог говорил, ангел подошел, не стал пренебрегать и не говорить, кто ты такой, отойди. Все, что он видел, все, что он слышал от Господа, он это выполнял. Будем держаться этого очень важного правила. Очень важного правила. Любить Бога, надеяться на Него, узнавать волю Божию из Священного Писания, Божественного Откровения, из Святого Предания. И тогда жизнь наша будет действительно не просто называться христианской, но, дай Бог, станет именно таковой. Субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,